Во вторник в Верхней Волжье открылась 15-я региональная специализированная выставка инновационных идей молодёжи «Мир-2024». Мероприятие стартовало в областной библиотеке имени Горького. Репортаж смес событий. Это мобильная форма для запуска беспилотного летательного аппарата. Его разработали студенты Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова. Его особенность заключается в том, что БПЛА будет располагаться на воздушной подушке. Это позволяет беспрепятственно проходить минно-взрывные заграждения. Он является более мобильным. Да, и он является намного мобильнее, чем тот же транспортировщик на гусичном шасси. В перспективе данные средства можно использовать в качестве ретранслятора сигнала для повышения дальности работы беспилотных летательных аппаратов. Кадеты Суворовского военного училища создали робот-вездеход, который можно в перспективе использовать в зоне проведения военных действий. Он может преодолевать любые препятствия. Пытливый ум и смекалка позволили ребятам создать аппарат из конструктора Лего. Которые смогут наблюдать разведданные, смогут проходить по обходящим препятствиям. Или использоваться, например, в других целях, например, в отрыве бронетехники противника при, скажем так, расположении какого-то взрывного заряда. При создании проекта обязанности были четко распределены. Кто-то отвечал за сборку, кто-то за программирование. Самое сложное, по мнению кадетов, было прописать программный код. Это сделал Трофим. С детства пришла идея изучать амтотехнику, изучать программирование. Недавно я начала изучать новый язык программирования в Майтон. На нем я и программировалась. А вот студенты из медицинского университета разработали несколько ключевых, по их мнению, проектов, которые должны помочь участникам СВО на передовой, если вдруг им понадобится первая медицинская помощь. Вот это усовершенствованный кровоостанавливающий жгут. Мы соединили жгут кровоостанавливающий с МРХ и соединили липучку, что позволит надежно фиксировать жгут в порядке самопомощи. При этом будет задействовано, как минимум можно использовать одну руку, и время наложения жгута будет минимальное. А также обучение на наложение данного жгута тоже не требует никаких особых навыков и усилий. Данный жгут способен наложить сюда же ребенок. У Дарьи родители медики. Они сейчас находятся в Белгородской области на границе с Украиной, где оказывают помощь раненым. Даша тоже выбрала будущей профессии медицину и предлагает, внимание, новую аптечку-накладку, которая, по ее мнению, была бы востребована среди военнослужащих. У солдат на груди есть липучка, которую они завешивают орденами, шевронами, которые не помогают в полевых действиях. И вместо этого мы предлагаем прикреплять туда солдатам аптечку-накладку на липучке, в которой будут входить обезболивающие, жгут или турникет и перевязочные материалы, которые помогли бы солдату остановить кровотечение или не подвергнуться болевому шоку. Выставка «Мир» ежегодно проходит при поддержке Министерства молодежной политики Тверской области. Это своего рода стартовая площадка для выхода на рынок новых изобретений и технологий. Реальная возможность для молодых людей заявить о себе, обменяться опытом, найти единомышленников. В этом году представлено около 50 проектов. Все результаты интеллектуальной деятельности пройдут отбор и оценку экспертной комиссии и жюри. Становится больше каждым годом, да, и новых участников мы стараемся привлекать, новых изобретателей. В этом году у нас будет отдельно жюри для вузов и для колледжей, и для других ребят. Будут две номинации, такие крупные. Это приз симпатии жюри среди вузов и приз симпатии жюри среди детско-юношеских проектов. Это колледжи, детские организации. И будет наиболее удачный, наиболее интересный проект, по мнению жюри, оценен кубком симпатии жюри. И, конечно же, традиционно будет кубок симпатии посетителей выставки, который выручается уже третий год. Выставка будет работать в течение двух дней и будет открыта для экскурсии. Поэтому все желающие смогут ознакомиться с изобретениями молодых ученых Верхневолжья. Итоги подведут в среду, 15 мая.